Если сейчас кто-нибудь находится здесь в Медине и собрался делать умру, что он должен делать? Он готовится в гостинице, одевает одежду, делает гусль полное омовение и одевает одеждой храма. Использует благовоние, мажет их на свое тело, но не на свой храм, не на одежду и храма. И ему надо обратить внимание, те, кто его окруждают, что сейчас мы просто готовимся зайти в храм. Что касается вхождения в состояние храм, то мы зайдем в него в место, которое называется Микад. И это также лучше для женщины, чтобы как ее муж, так и жена вместе сделали гусль в гостинице уже. Затем мы из Медины выезжаем в Микад. На Микаде мужчины в обязательном порядке должны снять с себя всю одежду, раскроенную по их органам тела, как рубашка, штаны, майка, тюбетейка и так далее. И ни в коем случае после того, как в состояние храма войдет, человек к нему нельзя использовать благовоние. До того, как зайдет в состояние храма, он имеет право использовать благовоние, но не на одежду мазать на свою храм, а на свое тело. Женщина, когда заходит в состояние храма, ей запрещено одевать никап, то есть повязку завязывать на лице, закрывая лицо, и запрещено одевать перчатки. Однако, если она носит никап и проходят рядом чужие люди, она имеет право закрыть сверху лицо, то есть не завязывать себе тряпочку на лицо, а сверху накинуть, то есть как будто полотенце на голову положил. Запрещено использовать благовоние в состоянии храма, как для мужчин, так для женщин, использовать благовоние в состоянии храма. Запрещено в состоянии храма резать ногти, как мужчинам, так и женщинам. Вырывать волосы или же брить волосы где-то на теле или на голове. Запрещено охотиться. То есть охотиться запрещено на суше. В состоянии храма человеку запрещено жениться, женщине запрещено в состоянии никах и выходить замуж, и также в состоянии храма запрещено свою дочку или свою сестру выдавать замуж. Запрещено в состоянии храма совокупление. Также то, что предшествует совокуплению, как, допустим, нежности, разговоры какие-то, способствующие этому, или же поцелуи. Когда человек заходит в состояние храма, он своим сердцем делает намерение зайти в состояние храма. Очень много произносит ту тальбию, которую сейчас произнес шейх. Мужчины должны поднимать свой голос, громко произносить тальбию. Как только двигается транспорт со стороны Миката в сторону Мекку, ему надо начинать говорить тальбию, потому что он сейчас обращен всем своим сердцем к Всевышнему Аллаху Субхан Таля. Субтитры создавал DimaTorzok